ну типа я жил маленьком городе закрытом железногорск блять там население узнает 1080 может было ну был расцвет всяких субкультур короче гопов и прочего то есть я это успел застать по началу нулевых где-то я не знаю ну типа учился в школе в гимназии как-то был немного аутсайдером то есть потому что я тогда типа жестко панковал там ирокезы носил бухал и вообще одевался как рванина а учился со всякими короче детями депутатов спортсменов то есть они на меня присмотрели как типа блять ты вообще откуда появился черепа железногорск очень своеобразный город не может отпустить тебя никогда типа делать в нем не хуй но он визуально он очень приятный типа люди в основном просто там работает на заводах типа горно-химический комбинат в этом городе их хранят ядерные отходы он закрытый есть несколько кпп и даже внутри города есть еще кпп блять за который ты не можешь проехать даже если ты житель пту это было пиздец это натуре эта школа жизни нахуй то есть первые полгода наверное я пытался вообще понять что этом делаю с кем блять общаться кого бояться потому что он там пиздец там просто контингент одни кинге нахуй вот а я был в то время такой худой там блять в штанах узких там с челкой ну блять потенциальная короче жертвой меня типа полгода вообще ну сначала не замечали даже типа я заметил что типа начали дрочить думаю ну слава богу блять хоть не я да не прав не прошло и года приходят просто типы в нашу группу короче мои первые одноклассники которые меня хуярили типу которыми я трубку отжал свое время все пиздец я попал немножко в зону дроча первый курс блять всякая хуйня у меня у ебали трубку мне ебальник набивали там каждое утро приходишь тебя просто встречает какой-то типа начинаете просто качать я хуевал думал да ну нахуй чё к чему тут вообще можно блять обучиться на втором курсе всякий короче скам отсеялся кого-то посадили нахуй кто-то пропал это просто хуй забивал на учебу не стал приезжать я уже как-то там и подстригся и все тоже такой типа блять мама малость эволюционировал блять в быдло короче мастер заметил что я типа рисую заебись бля это вот был охуенный поворотный момент короче в моем статусе в группе то есть меня сразу назначили главным по стен газетам по всяким фарму хам короче я был типа неприкосновенной личностью типа я был лицом группы и отвечал за для то хуй знает просто за всех короче вывозил всю хуйню в плане творчества вот то есть когда пацаны делали какие-то там шарниры и всякую хуету в мастерских я сидел в отдельном кабинете с кофе блять конфетами и рисовал блефа мастерами стен газеты на новый год на конкурсы ну и все это очень типа креативно все по теме потому что я понимал чем нужно пацанам а не то чтобы я хотят видеть взрослые и все и меня как бы зауважали с этого момента скорее бать ты вообще нормальный тип типа меня тут то то призвали в армию потом комиссовали блять по здоровью через неделю я опять блять как как говно блять метался в проруби просто опять проебывал время вообще не понимаю что дальше ну вот типа окей поводил тачку права есть там все есть и по чем вообще заниматься хуй его знает блять я работал на красноярском алюминиевом заводе электролизником вот это блять просто от ебан вот если вы смотрели клип рамштайна зоны вот примерно таким ты и выглядишь в течение смены на тот момент платили короче ученический стаж 9000 это блять очень мало типа даже для тех лет ну вот одиннадцатый год это пиздец я только за квартиру отдавал вот за комнату даже 7000 по моему в качину там сеструха еще вот и получается что там обслуживаешь алюминиевые печи в которых плавится риме не там ебаная блять жара 32 градуса в цеху ты весь короче в брезентовой одежде ты в валенках в наморднике блять в каске вообще просто упакован по полной там постоянно магнитное поле все дымит воняет всякими химикатами ну да просто невыносимое дерьмо я продержался там ровно одно лето я до 4 там разряда доработал сдал все и просто нахуй себался оттуда уволился пиздец я устроился на склад как короче блять всякого инструмента типа блять рабочего я жил на окраине города в общежитии с корешем типа в гостинке бля каждый день бухали и по выходным курили спайсуху все равно я не могу долго работать я не писали человек который всю жизнь хуярит на одной работе и вообще балдеется это у меня уже просто в трудовая книжка закончилась и в ней уже вкладыш на половину кончился то есть это пиздец показатель блять какой работник я просто грузчик кладовщик на умерчик на я не могу себе нигде найти я до сих пор вот как мне было 15 я вышел блять со школы типа о чем мне надо еще умею блять не ебу я ровно так же сейчас выхожу из дома и думаю нахуя вообще куда мне чё как я двигаюсь вообще нет никаких планов на будущее когда-то свое время я как и многие блять провинциалы дры драчил хер на петербург думал бля я такой утонченный вот питер меня ждет я уже там планировал как я там буду пиздец не знаю по театрам ходить там с богемой тусоваться пить вино вся вот это вот голубизна вот вся эта хуйня непонятная короче для ну когда я съездил туда два раза и там нахватал по ебалу побывал бусар не поспал в подвале и вот прочее вот это вот черно я понял что то брать очередной русский город и все вот эти в блять дрочила они просто ну они пшила на мыло короче меняют на по не перу переезжает из своей провинции в просто в большой русский город где блять сливается с кучей таких же блять дрочеров и кучкуется по каким-то баром для гей-клубом не знаю блять выставкам прочих хуйней занимается тем же самым сидят на месте ноют блять как тут хуёво скорее бы отсюда еще съебаться переехав к родителям я попал короче в деревню на просто где нихуя нет и постепенно как-то вот это вот понимание что бля надо там одеться вот ну так чтобы вот заебись было потому что в большом городе ты все равно красуешься нахуй перед другими ты покупаешь шмотку выгуливаешь ее там блять по клубам не знаю по по барам блять показываю ебать посмотрите нахуй что я купил блять там ты хоть блять оденься в самую дорогую одежду мира да всем просто будет похую никто вообще не будет на это смотреть там люди приземленные им главное что блять все накормлены были там не знаю блять поле вспаха на и за корова подой на и блять что желудок был полон и через какое-то время короче и мне стало похую как-то и на стиль я стал уже там спортивки на себя пример альт купился спорт костюм раша все эти левые мысли короче ушли я просто как отфильтровался то есть у меня осталось именно вот вот это как говорится людское я стал таким же приземленным человеком то есть я остался творческим да но многих вещах я просто перестал думать потому что понял что да ну мне никогда нахуй не надо было в принципе мне навязывали это тусовки там медиа вот какие-то вот люди блять который блять чувак вот быть таким вот ну это блять не надо вот эти еще предвзятое отношение короче к тому же например спортивному стилю потому что блять и еще лет десять назад типы в спортивах ходили и щемили людей блять на каждом углу поэтому отношение что для если ты короче спорт костюме ходишь такой в городе блять ты ты либо блять быту а либо спортсмен нахуй потому что нормальные люди там они брюки носят там и потом блять с какими там блять ботинками охуенными там в пальто и все и вернувшись просто с деревни я понял что нихуя я просто я простой человек такой же как все блин кто меня знает они знают что я стал с таким же чуваком просто ну вот я выгляжу так кто не знает вот они ходят и думают блять бачу за тип на пиздец то ну нахуй бля что за деревянщина на самом деле с любым человеком в россии можно блять найти общий язык потому что как ни крути в одной стране живете одно и то же говно видите блять каждый день и фильтруйте кучу людей проходящих через вас и каждый оставляет свет и ты можешь по уже прям по внешнему виду человека просто да даже по ли построению лица понять примерно чем живет человек и на этой почве уже как бы понять как с ним разговаривать что при нем стоит говорить что что не стоит допустим на меня все равно вот это вот девяносики тоже из тем что не везде я например могу сказать что блять там не знаю делаю куни лингвус например и прочее хотя на самом деле ну типа многие это делают просто не говорят я ну стабильно бухал всю жизнь как бы блять лет 0 с 14 так раз это все короче вот навязалась на теме вот субкультуру блять когда я впустился в рок субкультуру там блять бухой сигареты это как бы все пиздец составляющая по большей части было и долгое время до это блять мои спутники были по мере поступления короче всяких наркотических веществ они как-то попадали в руки каким-нибудь знакомым я естественно ну как типа тоже пускался в это говно пробовал там интересовался типа как на вкус цвет там блять и чё вообще с этого будет поэтому такие делишки тоже были не раз последний раз вообще что-то плотно свистанул на эту хуйняж съебался в деревню я никогда особо не задумывался на тему чего бы я хотел творчество просто есть момент что однажды года в четыре или пять я поставил перед собой машинку попытался перерисовать и все это оказалось моим жизненным путем я рисую всю жизнь это 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 короче неотъемлемая часть меня если я перестану рисовать вообще это как лишиться какой-нибудь конечности все я буду неполноценным поэтому какие-то грандиозные планы на творчество я просто никогда не ставил то есть я делаю если это как-то приносит какие-то деньги ну просто там тоже мниму эту вот славу там соцсетях в людях что тебе говорят это конечно круто ну допустим я не могу точно сказать хотел бы зарабатывать на этом потому что ну это все-таки часть меня и поставить ее как бы как не знаю на конвейер что ли это очень серьезный шаг то есть у меня никогда не возникало мысли типа блять так я сейчас что-нибудь нарисую и короче это это продастся это появилось только с момента когда мне начали уже реально люди предлагать деньги за это но в целом это все просто энтузиазм рисуешь рисуешь там показываешь людям кто хочет тот купит блять кто не хочет тот не купит то есть как-то все так это зависит именно вот от спроса то есть по сути если мне даже не будут платить я все равно буду этим заниматься это просто ради себя развлечения потому что ну блять сам себя не развлекаешь наху другие это за тебя точно делать не будут поэтому вообще не вижу в этом проблемы свое время романтизировал смерть а со временем просто меня начало портиться здоровье физическое ментальное начало страдать как раз типа годы идут ты стареешь ты нихуя не молодеешь там проходит время ты его проебываешь блять кто-то умирает вот это вот встречи именно со смертью что там кто-то из родственников кто-то из друзей умер вот ты просто там твои кумиры умирают уже там причем кумиры там могут быть блять твоими ровесниками вот и как будто блять все время мне резко на почве вот здоровье как раз клинануло все мысли о смерти блять стали очень часто посещать я скажу что у меня наверное уже есть проблемы потому что бля я думаю об этой хуйне каждый день бывает что и блять идя по улице я уже за поворотом думаю что вот сейчас блять произойдет то самое короче хуёвое событие сейчас ее встречу то есть уже уважать спать я уже ложусь не то что смыслу типа бля как как вас на сейчас посплю а типа бля лишь бы короче проснуться на вот типа проснусь будет заебись мне кажется без меня короче как раз вот этого тема мира пустеет уйду я все блять будет скучно потому что я увольняюсь с работ мне говорят блять чувак без тебя так ебанно будет вообще просто типа ты просто пришел в коллектив и все у нас блять веселье началось типа до этого его не было нахуй и ты звонишь этим людям через год чё как бля мы скучаем без тебя вообще хуй то полный для у меня конечно была тема сделать надгробный камень виде короче сердечки где я лежу в простыне короче но положив руки за затылок и написать спрятался под землю чтоб телки не заебали примерно такую атаку узнает либо и либо поставить танцевальный аппарат прям на могилу короче где kpop kpop ебашут и школьники собираются на могиле было бы люто